Меня зовут Таня, и я хочу сегодня рассказать вам о таких явлениях, которые мешают вам быть счастливыми, достигать своих целей, и они были подтверждены в опытах как на животных, так и на людях. Саша, ты обещал переключать мне слайды. Да, известно, вы сказали, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, но у исследователей есть свой взгляд на этот вопрос, потому что существует такое явление, которое называется «выученная беспомощность». Это такое состояние человека или животного, в котором он не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, не пытается избежать каких-то негативных стимулов, хотя имеет такую возможность. Возникает оно обычно после нескольких неудачных попыток чего-либо избежать. Открыл его американский психолог Мартин Селегман в 1967 году. Саша, спасибо. Он участвовал в экспериментах над собаками в лаборатории Бессильванского университета. Они проводились по классической схеме Павлова. У собак вырабатывали рефлекс страха на звук высокого тона. Собаки находились в клетках, они слышали звук, после чего в клетку подавался электрический ток, они получали удар. И вот после нескольких таких опытов клетки открыли, и собакам снова дали услышать этот звук и ожидали, что собаки убежат. Но собаки не убегали. Они легли на пол клетки, скулили и ничего не делали. Это тогда удивило исследователей, потому что это никак не согласовывалось с модным в то время бихевиоризмом. И Сельман предположил тогда, что собаки не убегали не потому, что у них не было страха, потому что по их поведению было очевидно, что они ожидают удара. Но потому что они попробовали это сделать несколько раз, поняли, что у них ничего не получается, и больше привыкли к неизбежности, неприятностей. И таким образом собаки научились беспомощности. Он решил проверить свое предположение и провел новый опыт над собаками, на этот раз на трех группах собак. Первая и вторая группы получали удары током. Третья группа была контрольной, удары с током не получала. Собаки первой группы находились в клетках, получали удар током и могли отключить ток, нажав носом на специальную панель. Собаки второй группы находились в таких же клетках, но ток у них отключался только тогда, когда его отключала собака первой группы. Сомнения, не могли этого сделать. Получилось, что собаки первой и второй группы получали одинаковые удары током, равные интенсивности в течение одинакового времени. Но первые могли это контролировать, вторые нет. Третья группа ударов током не получала. После этого собак поместили вот в такой вот ящик. И исследователи обнаружили, что собаки первой и третьей группы, те, которые отключали ток, и те, которые не участвовали в первой части эксперимента, легко перепрыгивали через эту загородку и уходили от тока. А собаки второй группы, они ложились на полклетки, скулили и ничего не предпринимали, переносили удары током, все больше сил. И для того, чтобы излечить их от этой выученной беспомощности, исследователям приходилось вот так вот физически поднимать собак, ставить их на ноги, двигать их ногами так, как будто бы они ходят, и проделывать это с каждой собакой минимум два раза. То есть без этого ни наглядные демонстрации, ни угрозы, ни поощрения не приводили к тому, чтобы собака что-то сделала сама. И Селигман и Майер сделали вывод о том, что опыт беспомощности вызывает не сам по себе стресс, а неконтролируемость событий. То есть животное становится беспомощным, если привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит. После этого Дональд Хиротов в 1971 году проверил, работает ли этот механизм у людей. Он провел опыт тоже с тремя группами людей. Первые две группы участвовали в первой стадии, третья группа была опять контрольной. Люди первых двух групп слышали неприятный раздражающий звук, и им предлагалось попробовать отключить этот звук. У них была такая панель с кнопками, им предлагалось найти комбинацию кнопок, которые отключат этот звук. Люди первой группы легко находили эту комбинацию, у второй группы людей кнопки были отключены, чтобы они не нажимали, это ни на что не влияло. Третья группа не участвовала в первой стадии. После этого все три группы людей прошли в специальную комнату, где находился ящик. Они должны были засунуть руку в этот ящик. Когда они прикасались к дну ящика, раздавался неприятный резкий противный звук. И звук отключался, когда они дотрагивались рукой до противоположной стенки ящика. Люди первой группы, которые отключали звук, и люди третьей группы, которые не участвовали в первой стадии, легко это делали. Люди второй группы не предпринимали никаких попыток. Они просто опускали руку в ящик, слышали звук, сидели и ждали, когда все закончится. И так выяснилось, что, во-первых, у людей существуют уже обнаруженные у животных механизмы возникновения беспомощности, и, во-вторых, то, что беспомощность легко переносится на другие ситуации. Состояние выученной беспомощности вызывается неконтролируемым стрессом. Это означает, что должны быть такие условия, или хотя бы одно из них. Это невозможность приспособиться к ситуации, невозможность ее избежать, невозможность ее устранить, и невозможность предугадать, когда ситуация закончится или начнется. И в состоянии выученной беспомощности подавляется двигательная, эмоциональная и познавательная активность. Его основные признаки такие – это неспособность избегать нежелательных воздействий, интеллектуальная недостаточность, снижение агрессивности, формирование подчиненного поведения, сниженная социальная активность, увеличенная боязнь нового, утрата способности получать удовольствие, нарушение сна и даже иммунодефицит. Сейчас механизм выученной беспомощности рассматривается как один из ключевых факторов развития реактивных депрессий у людей. Есть предположение, что такая неоптимальная реакция возникла из стремления сохранить энергию. То есть животное пытается что-то сделать, чтобы избежать ситуации. У него это не получается. Он предпринимает все больше усилий, у него возникает все больше стресс, и в конце концов тратится все больше ресурсов организма, и в конце концов организм переходит в энергосберегающий режим. Потому что если продолжать дальше тратить силы, то можно потратить все силы умереть. А если просто замереть и подождать, то возможно, что плохое само закончится само собой. Это состояние обнаружили не только у высших животных, но и у птиц, рыб и даже у тараканов и улиток. Например, проводили опыт с рыбами. Щуку поместили в аквариум, который разделили на две половинки прозрачной перегородки, невидимой в воде. Щука была в одной половине аквариума, а в другую половину аквариума заполнили мелкой рыбой, которую щука обычно ест. Щука попробовала напасть на рыбу, ударилась о перегородку. Она попробовала снова, каждый раз ударялась о перегородку. Это было для нее болезненно, неприятно, и она не получала никакой рыбы. В конце концов, она прекратила свои попытки. Через какое-то время загородку убрали, и щука спокойно плавала между мелкой рыбой и уже не пыталась на нее нападать. Еще один опыт с крысами. В одном из опытов двух крыс помещали в клетки с паилками. Крыса первой группы могла подать воду из паилки, нажав на специальную педаль. У крысы второй клетки педаль была отключена, и вода появлялась тогда, когда на педаль нажимала крыса из первой клетки. И вот через неделю... Получается, что они получали одинаковое количество воды, но одна крыса контролировала это второе небо. Через неделю такого режима у крысы второй клетки развились все симптомы выученной беспомощности. Притом у животных не было никаких признаков обезвоживания. То есть основным стрессирующим фактором была не жажда, а именно сам фактор неконтролируемости. Раздражение должно наноситься нерегулярно. Только в этом случае стресс будет непредсказуемым и, следовательно, неконтролируемым. И, наконец, стресс не обязательно должен быть связан с чем-то болезненным. Это установила еще Наталья Шенгер-Крестовникова, ученица Павлова, в 1913 году. Она проводила опыты над собаками по развлечению стимулов. Собаке предлагалось различать круг и эллипс. Когда собака узнавала круг, она нажимала носом на кнопочку и получала мясо. Эллипс ничем не поощрялся. И все шло хорошо, пока соотношение оси эллипса было достаточно большое, 2 к 1. Собака легко их различала. Потом исследователь стала постепенно приближать эллипс по форме к кругу. И вот когда соотношение оси эллипса достигло 8 к 9, собака перестала их различать. И она перестала понимать, когда ее поощряют, а когда нет. И через 2 недели таких попыток у собаки произошло то, что можно было бы назвать нервным срывом. Она потеряла уже выработанный навык развлечения круга и вытянутого эллипса. Она стала беспокоиться и отказываться от еды. При этом на собаку не действовали ни боль, ни голод. Каждый вечер ее кормили в Биварии, независимо от того, насколько успешно она выступала в экспериментах днем. Единственным стрессирующим фактором был сам факт неконтролируемости, того, что она не понимала связь между своими действиями и событиями внешнего мира. А что же спасает от выученной активности? Это действие, активность и контроль, проявление воли. Притом это любые действия и любой контроль. Если основной фактор контролировать не удается, то от выученной беспомощности спасает смещенная активность. Проводили опыт. Крысу привязывали за лапки и оставляли в таком положении на полчаса. Крыса испытывала стресс, но половине групп крыс предлагалось при этом грызть палочку. И вот те крысы, которые грызли палочку, у них проявления стрессорных реакций были намного менее выражены. Крыса не могла избавиться от вынужденного положения, но она смещала активность, грызя палочку. Выученная беспомощность быстро развивается у крыс, которых подвергали электрическому току в маленьких клетках. Но если крысы находились в больших клетках, в которых они могли бегать, то реакция развивалась далеко не так сильно и быстро, потому что животное не могло избежать боли, не могло избежать электрошока, но оно имело иллюзию контроля, потому что оно могло хоть что-то делать, оно бегало. Крыс сажали в клетки попарно и подавали электрический ток, и крысы начинали драться между собой. По окончанию опыта у крыс были многочисленные раны, но при этом их поведение было гораздо ближе к норме, чем у тех крыс, которые страдали поодиночке. Интересные результаты получили Эллен Лангер и Джуди Родден в доме престарелых в штате Коннектику. Они случайно выбрали два этажа дома престарелых. Всего 91 человек. И на двух разных этажах они дали старикам две почти одинаковые инструкции. Первая инструкция, которая давала людям право выбора. Я хочу, чтобы вы узнали о том, что вы можете делать здесь сами, в нашей клинике. На завтрак вы можете выбрать либо омлет, либо яичницу. Омлет вы можете выбрать это, но выбрать нужно вечером. По средам и четвергам будет кино, записаться на него нужно будет заранее. В саду вы можете выбрать цветок для вашей комнаты, но вы должны будете ухаживать за ним сами. Жители второго этажа получили такую инструкцию. Я хочу, чтобы вы узнали о тех добрых делах, которые мы делаем здесь для вас, в вашей клинике. На завтрак бывает омлет или яичница. Омлет бывает по понедельникам, средам и пятницам, яичница в остальные дни. В среду и четверг мы будем показывать вам кино. В среду для жителей правого коридора, в четверг для жителей левого. Чтобы в ваших комнатах стало уютнее, сестра сама выберет цветы для вашей комнаты и будет их поливать. Получалось, что обитатели получали одни и те же блага, но одни могли ими распоряжаться, а вторые не могли. И опыт продлился три недели. После трех недель среди самих жителей дома престарелых были проведены опросы, измеряющие субъективный уровень удовлетворенности жизнью. Медперсоналу раздали опросники по измерению тонуса, общей активности, состояния здоровья, питания пациентов и так далее. И результаты оказались экспериментально значимыми. Группа с повышенным контролем находилась в лучшем физическом и моральном состоянии, чем пассивная группа. И через полгода исследователи вернулись в этот дом престарелых. Там поддерживался все тот же режим. И они обнаружили, что группа с увеличенной ответственностью продолжает быть в лучшем состоянии. Были отмечены небольшие улучшения здоровья у этой группы и ухудшения у контрольной группы. И кроме того, у контрольной группы за прошедшие полгода умерло 30% человек, а у экспериментальной группы умерло 15%. Другие исследователи показали, что в условиях невозможности выбирать пожилые люди могут проявлять саморазрушительное поведение, отказываться от еды и лекарств, потому что это единственное, что они еще могут выбирать. И о похожей вещи нам рассказывали на тренингах по больничной клоунаде, потому что больничные клоуны, у них есть такое правило. Когда они приходят в больницу к ребенку пообщаться, они обязательно спрашивают разрешение, чтобы зайти в палату и пообщаться. И ребенок может сказать «нет». И вот сила терапевтического воздействия этого «нет» может быть намного больше, чем воздействие от общения с клоуном, потому что это по сути единственный момент в больнице, когда ребенок может что-то контролировать и чему-то сказать «нет». У людей вообще выученная беспомощность проявляется у целых социальных групп. Это пострадавшие от им война, переселенцы, те, кто не уезжает из мест боевых действий, жертвы домашнего насилия, дети при травмирующем воспитании. И она может появиться у любого человека, который сталкивается с ситуацией, которую он не может контролировать. И поэтому рецепт такой «можно и нужно проявлять в вою». Даже в час пик в метро решайте математические примеры, переводите рекламу на английский язык, делайте что угодно, что-то не ладится у вас в одной сфере, занимайтесь чем-то другим в то же время, то, что вы можете делать. Делайте, достигайте в этом успеха. Если вы занимаетесь чем-то очень интересным, на работе вы ощущаете свою невостребованность и беспомощность, то расскажите об этом кому-то, придите, прочитайте лекцию, например, 15 на 4. Делайте. Все, что вы сделаете, будет проявлением вашей воли, и в этой сфере только вы будете контролировать ситуацию. Теперь я хочу рассказать о другой вещи. О том, как формируются привычки и зависимости, и чего ожидать, когда вы с ними боретесь. Это голубь. Голубь Скейнера. Да. Скейнер проводил эксперименты над голубями. Голубя сажали в камеру, в которой было две кнопки. При нажатии на одну кнопку загоралась зеленая лампочка, и в кормушку падало зерно. При нажатии на вторую кнопку было два варианта. Либо загорится белая лампочка, и в кормушку падает зерно, либо загорится красная лампочка, и на 4 секунды вырубится свет. Каждая экспериментальная сессия с птицей продолжалась до тех пор, пока птица не добудет 40 зерен. И вот сначала и кнопки время от времени меняли местами, чтобы птица не привыкала нажимать только на левую или только на правую кнопку. Как только опыт начинался, птица нажимала на обе кнопки с равной вероятностью. Как только она изучала обстановку, то начинала чаще нажимать на ту кнопку, которая ей больше нравится. И вот это была невысокоэффективная кнопка. Голуб в 15-й экспериментальной сессии в 80% случаев предпочитал ту кнопку, которая давала зерно менее чем в половине попыток. Так проявлялось действие вариативного или нерегулярного подкрепления. Эксперименты показывают, что нерегулярное подкрепление оказывается более эффективным и для человека. Например, дети от 4 до 8 лет охотнее нажимают на кнопку, когда не видят прямой связи между своими действиями и получением награды. Теперь немножко графиков. Немножко графиков. Потому что, согласно скейнеру, есть разные виды подкрепления. Самый простой из них... Ребята стараются, да? Самый простой из них — это постоянное подкрепление. То есть, вознаграждается каждая попытка. Да, сейчас нам действительно понадобятся эти графики. Ура! Победа! Все, что познакомили с этим голодом, спасибо! Самая простая модель подкрепления — это постоянное подкрепление. То есть, вознаграждается каждая попытка. Например, вы покупаете Coca-Cola в торговом автомате. Каждый раз вы получаете бутылку Coca-Cola. Затем идут графики вариативного или нерегулярного подкрепления. Следующее, вот мы будем идти снизу вверх, это подкрепление с постоянным интервалом. То есть, подкрепляются попытки через n-ный интервал времени после выдачи предыдущего вознаграждения. Лабораторный пример — это крыса нажимает на педаль, и она получает награду после того, как прошло 15 секунд с выдачи предыдущей награды. В примере жизни — это зарплата, которая выдается раз или два в месяц. Затем подкрепление с постоянным коэффициентом. Значит, что подкрепляется каждая n-ная попытка. Например, собери 50 крышечек, получи подарок. Подкрепление с переменным интервалом. Значит, что подкрепляются попытки в среднем с n-ным интервалом, но в каждом конкретном случае неизвестно с каким именно. Например, это проверка почты и сообщений. Рыбалка. Вы можете поймать одну рыбу, следующую поймать через 5 минут, потом ничего не поймать за полчаса. Наблюдение метеоритных дождей. Вам сказали, что вы сможете увидеть метеор каждые 2 минуты. На деле вы приходите на улицу, смотрите на небо. Вдруг внезапно вы увидите 2 метеора, потом вы еще 40 минут ходите и ничего не видите. Затем подкрепление с переменным коэффициентом. Подкрепляется в среднем каждая n-ная попытка, но в каждом случае неизвестно, какая именно. Самый простой пример – это игровые автоматы. Вот это график количества попыток в зависимости от выдачи подкреплений. То есть вот этими черточками обозначены подкрепления. По вертикальной оси столько, сколько попыток делали животные. То есть получается, что здесь количество попыток на выдачу подкрепления было меньше, чем во всех случаях варитиного подкрепления. А это график угасания поведения в зависимости от времени. То есть вот в этот момент перестали выдавать подкрепление. При постоянном подкреплении животное достаточно быстро перестало делать попытки. Во всех остальных случаях оно еще долго продолжало свои попытки. Еще раз, если мы получаем вознаграждение не каждый раз, а редко, то мы стремимся к нему еще сильнее. А если мы получали его редко и перестали получать его вовсе, то мы еще долго будем продолжать попытки. Самый известный популяризатор варитиного подкрепления – это Карен Праер, автор книги «Не рачите на собаку». Она много лет занималась дрессировкой дельфинов и обнаружила, что неэффективно подкреплять вкусной рыбой каждый прыжок, потому что дельфин быстро привыкнет к этому и начнет прыгать как попало. Лишь бы отделаться. Но если подкреплять рыбой время от времени только самые лучшие прыжки, то дельфин будет стараться с собой. Рекомендация по использованию варитиного подкрепления быстрая распространилась по тематическим сайтам по дрессировке животных. Например, подчеркивалось то, что люди могут использовать это неосознанно и во вред воспитанию. Например, могут давать собаке кусочки со стола раз в неделю, думая, что они отучают собаку сбрашивать кусочки, но на деле они сильнейшим образом будут поддерживать эту привычку. Постоянное подкрепление необходимо на начальных стадиях обучения. Там оно обязательно, потому что обучающемуся нужно сформировать четкий паттерн поведения, и для этого ему нужна четкая обратная связь. Но как только поведение уже сформировалось, нужно отказаться от постоянного подкрепления и перейти к переменному с непредсказуемым случайным интервалом. Еще примеры жизни. Например, у вас есть хорошая новая машина. Она стабильно заводится каждый раз. Вот утром вы садитесь в машину, поворачиваетесь, и очень ничего не происходит. Вы, скорее всего, сделаете еще несколько попыток, после чего вы позвоните механику. Но если у вас вместо машины старая консервная банка, которая заводится у вас изредка, и она вдруг не завелась, то, скорее всего, вы еще долго будете продолжать попытки, полчаса или больше, потому что ваше поведение по поворачиванию ключа подкрепляется в низковероятностном режиме. Еще пример. Вы встречаетесь с очаровательным парнем. У вас все так хорошо, но потом он вдруг становится угрюмым, отстраненным, начинает уделять вам меньше внимания. Но время от времени, время от времени у вас случаются радостные эпизоды, и тогда вы начинаете жить ради этих эпизодов. И чем реже и нерегулярнее становятся такие моменты, тем сильнее их подкрепляющие эффекты, тем дольше ваша линия поведения будет продолжаться. И кроме того, человек, который был в таких отношениях, часто после этого испытывает сложности в отношениях с более уравновешенными людьми, потому что ему не хватает остроты вот этого редкого и поэтому вдвоем неценного подкрепления. Действительность вариативного подкрепления лежит в основе всех азартных игр. Мозг очень хорошо умеет удать и надеяться, и чем больше мозг верит в то, что вот-вот случится что-то хорошее и приятное, тем сильнее он будет к этому стремиться и прикладывать больше усилий. Режимы с длительными интервалами работают против вас, когда вы хотите угасить поведение, потому что если поведение не подкрепляется всем, то рано или поздно оно угаснет. Но если подкреплять его время от времени, притом неважно, насколько редко, одна рюмка, одна сигарета, то оно будет продолжаться еще очень долго и будет, наоборот, усиливаться режимом с большими интервалами между подкреплениями. Теперь я подробнее расскажу о том, как поведение угасает. Вы садитесь на диету, вы устраняете награды из своей жизни, вкусную калорийную еду, вы начали читать этикетки, покупаете фрукты и овощи, записались в тренажерный зал, все вроде бы идет хорошо, вам кажется, это так просто. Но вдруг вы думаете, не съесть ли вам одну конфетку. Вы съели конфетку, вы идете домой с работы, думаете, я куплю пакетик чипсов. Ну, раз я купил пакетик чипсов, то еще один стаканчик мороженого уже ничего не изменит и день заканчивается катастрофическим обжорством. Как показывают исследования, угасание поведения часто сопровождается так называемым взрывом, вспышкой. Это временное увеличение частоты, продолжительности или интенсивности угасающего поведения. Другими словами, поведение ухудшится, прежде чем улучшится. Животное или человек продуцирует больший объем поведения в надежде добиться все-таки той реакции, к которой оно привыкло. Например, голубя приучили клевать кнопку за вознаграждение. Потом кнопку отключили. Голубь сначала попробовал ее клюнуть, ничего не произошло. Тогда он стал клевать ее чаще и сильнее, чем раньше. Только после периода такой бурной активности поведение пошло на спад. Эволюционное значение вот этого всплеска активности может быть таким, что животные, которые не отказывались от попыток сразу, а продолжали попытки, несмотря на отсутствие немедленного вознаграждения, все еще имели шанс получить награду и таким образом получили преимущество. Очень интересно это описал Сет Слейтер, дрессировщик дельфинов. Он работал с дельфином по имени Лиза, и Лиза имела плохую привычку прыгать тогда, когда это от нее не требовалось. Предыдущий дрессировщик подкреплял это поведение, но новый тренер решил избавить ее от этой привычки и просто перестал это подкреплять. С точки зрения Лизы, это выглядело так, как машина, которая отказывается заводиться. Поэтому Лиза сделала то, что сделал бы любой здравомыслящий дельфин. Она стала стараться еще больше. Она прыгала выше, потом она прыгала низко, потом она прыгала и сдавала звуки, потом она начала прыгать сериями. Два прыжка, никакой рыбы. Еще два прыжка, никакой рыбы. Три прыжка, никакой рыбы. Пять прыжков, все еще никакой рыбы. И она повторяла эти серии низких, высоких и повторяющихся прыжков снова и снова в течение целых недель, и только после этого поведение пошло на спа. То же самое происходит с вами, когда вы пытаетесь отказаться от старой привычки. Перед этим вам сносят крышу. Это последняя попытка самых древних частей вашего мозга все-таки получить награду во что бы то ни стало. Вы привыкли подниматься на лифте. Вы подходите к лифту, нажимаете кнопку, лифт не приезжает. Вы начинаете нажимать и снова постучите по дворям лифта, и только потом пойдете по лестницам. У вас завис компьютер. Вы начинаете нажимать, на что попало, стучите по столу и по клавиатуре. Чтобы отказаться от вредной еды, от курения, от дурных привычек или онлайн-игр, вы должны быть готовы выдержать этот последний рывок вашего бессознательного. Если его выдержать, то привычка все-таки пойдет на спа, как это видно. И вы все-таки победите. Но там вас может ожидать еще одна ловушка. Это спонтанное восстановление. Вы бросили курить. Вы уже давно не курите. Вы не думаете об этом, вам не хочется курить. Вы приходите в гости к старому другу, с которым вы всегда беседовали за сигаретой. И ваша рука сама потемлась к пачке, вы этого даже не заметили. У вас произошло спонтанное восстановление. Это тенденция поведения восстанавливаться в ситуациях, которые были похожи на те, в которых оно формировалось. Кроме того, даже не обязательно это должна быть похожая ситуация. Еще Павлов показал это в опытах над собаками. У собаки вырабатывали условный рефлекс выделения слюны в ответ на обусловленный сигнал. После этого ей показывали этот сигнал 6 раз в течение 3 минут, без подкрепления. На 6 раз собака перестала выделять слюну. После этого в эксперименте сделали паузу на несколько часов. И когда собаке после этого снова показали тот же сигнал, то собака снова начала выделять слюну. У нее произошло спонтанное восстановление рефлексов. И если сохранять твердость, то в этот раз поведение пойдет на спад быстрее и легче, чем в предыдущем случае, когда вы только пытались угасить. Просто об этом надо помнить. Возможное объяснение этому это то, что животное время от времени тестирует окружающую среду. А вдруг проблема была временной? Вдруг все уже вернулось на круги своя, и я наконец-то получу свою награду. Помните об этих ловушках и будьте стойкими, потому что стремления у вас и у вашей низкоуровневой психики могут быть совершенно противоположными. И если вы хотя бы об этом знаете, то вы уже на полтуте к победе. АПЛОДИСМЕНТЫ